всем привет сегодня поговорим более детально то на чем закончили вчера пластик подготовленные участки пластика я их тоненько протянул тут пришлось подровнять потому что была легкая неровность условий тухоньки тухоньки лежит шпатлевка по пластику обязательно по пластику никаких универсалок желтых стекловолокна алюминия тем более для пластика только пластики ничего другого наносится напрямую на созданную риску там ну в идеале не крупнее чем 120 потому что волосы торчащие из пластика просто пузыри воздуха останутся так там зеленый скучь брайт красный скучь брайт 320 240 180 120 прокатит еще праймер наносить не обязательно если вы уверены в том что там есть риска если вы не уверены что где то есть риска либо сделайте риску либо тогда пройдитесь праймером подождите пока он полностью высохнет минут десять и потом шпатлюйте но ни в коем случае не на свежий праймер потому что шпатлевка не возьмется это такие вопросы знаете которые очень очень часто повторяющиеся в личке обезжирена все два раза обезжирена первый раз заливаю пластик он себя прямо такой начинает впитывать растираю вытираю нас обдуваю воздухом после того как все высохло еще раз такого смачиваю слегка салфетку и прохожу собираю остатки как такового мусора стираю пыли потому что за один заход все не вытирается далее все что можно на пластике лишнее в плане вот защелки для заглушки заклеивайте сразу скотчем поверьте быстрее будет лучше потратить пять минут на заклейку чем потом в час на перетирку чтобы там получу хивать грунт который там не лег не прилип или еще что то с ним произошло порядок действий сейчас расскажу потом покажу грунт по пластику мешло и насушка 5 10 минут зависимости от толщины грунта и два три слоя тоненьких грунта наполнителя я буду добавлять специальный отвердитель который активирует грунт для пластика и дает ему пластифицирующую добавку ну способность да он чуть хуже трется от этого но зато он не трескается на пластике при каких-то деформациях сильных у пластика можно без этой добавки но тогда не удивляйтесь откуда идет паутина после каких-либо воздействия на пластик там пока одевали снимали пару раз одевали на местах изгибов тут допустим вот тут где-то на гуляющих частях там на обычном грунте могут не обязательно что пойдут но могут пойти риски поэтому грунт для пластика рекомендуется пластификатор он существует как отдельная добавка грунтоваться буду вот таким грунтом для пластика это однокомпонентный абсолютно прозрачный абсолютно самостоятельный грунт то есть мы его заливаем в пистолет через фильтрующую воронку и он у нас уже готов к применению все что мы не использовали можем вылить обратно и закрутить пробочку это такой вариант есть в баллонах грунт для пластика я вам не покажу мне сейчас его нет ну там тоже самое что в банках потому что материал однокомпонентный есть еще вот такой грунт для пластика это двухкомпонентный грунт он само собой дороже у него есть чуть-чуть другие свойства которые нам в данном случае не нужны поэтому я его не применяю но такие варианты тоже есть вот специальная добавка которую я буду использовать в грунт точнее добавка отвердитель которая буду использовать в грунт наполнитель который даст ему вот пластик праймерами то есть для пластика станет этот грунт на металл его нет смысла носить она очень дорогая первым делом нанесем грунт по пластику грунт по пластику как правило наносится с того же пистолет из которого грунтуется просто на малой подачи сам грунт по пластику он очень жидкий его можно носить хоть дюзы 08 реально он очень жидкий чтобы два раза не пистолет и все в принципе реально все наносят с того чем грунтуют 1 и 7 дюза заливаем пару раз можно переколдубасить его необходимости в этом сильно нет это грунт для пластика прозрачный есть грунты для пластика в основном стали производиться с серебрянкой существует два мнения для чего там добавлена серебрянка первое это для индикации того сколько вы нанесли грунта элемент ну как по мне это такая глупая теория изначально мнение бытовало такое что для того чтобы видеть сколько ты нанес но поверьте маляр всегда работает он понимает сколько он носит материала а то которая серебряночкой увеличится гези еще и кроме химической механической появляется потому что есть все таки какой-то уже абразив грубо говоря абразив до лежащий на поверхности за которое следующему покрытию легче зацепиться уже кроме химии есть еще и физика но почему я не люблю эти грунты с серебрянкой после них надо пистолет полностью разбирать чтобы помыть потому что они при взаимодействии с обычным растворительным для мытья начинают сворачиваться в хлопья и забивают ну под забивают иглу в дюзе и надо ее выкручивать чтобы промыть продуть и тогда собрать обратно вот из-за этого они мне не нравятся прозрачные грунты просто спокойно капнул чуть-чуть раствора смыл с бачка выплюнул залил грунт и пошел грунтоваться наносится этот грунт в один ну если хотите перестраховаться в два слоя не до состояния потека аккуратненько тоненькими слоями если будете в два слоя наносить даете межслойную сушку если в один слой межслойная сушка и грунтуем все же грунтом дополнительно пару слов о пистолете в идеале конечно с манометром пистолет но если нет манометра хотя бы на слух выставить давление небольшое для этого грунта большое давление не нужно 1 2 если грунтуем просто в гараже где нет вытяжки чтобы у нас меньше летала это 2 этот грунт он сам по себе жидкий его не проблема нанести вообще на давление там 003 ну я образно давление 0 5 подачу я на один пол наоборот факел на максимум чтобы мне удобно было пропылять все вперед обязательно маска ну тут пластик полностью чистый голый он прям себя впитывает поэтому я чуть еще при поле но этого достаточно больше не нужно теперь ждем пока полностью все глянцевые места высохнут испаряться но не более чем полчаса как бы потом надо еще при пылить потому что этот он как бы грунт но многие говорят такую вещь что можно как бы его заменить растворителем нет растворителем его заменить нельзя у него все-таки другие чуть-чуть другая химия но если он полностью высох вот прям совсем полностью ему переждали межслойку он уже не будет работать надо его обновить обновить просто обдуть воздухом протереть липкая салфетка еще припылить тоненький слой химия химия активность появилась пошла работа если обрабатывать пластик вот на нем мелкая риска нанесена уже 240 не обрабатывать пластик просто сразу грунтом шансы то что у вас будет грунт шелушиться от пластика ну почти и стопроцентные это прям держитесь и ловите то чего не будет отваливаться грунт это риска примерно 180 на машинке тогда грунт будет иметь хорошую физическую адгезию за вот эти вот волосы торчащие из пластика дам там точно будет держаться но поверьте вы задолбитесь во первых наливать грунт наполнитель надо вам будет слой 3-4 налить чтобы спрятать эти волосы потом при перетирке возможно что где-то у вас волосы начнут появляться эти волосинки придется допустим перегрунтовать но не имеет смысла этот грунт копеечный вот этот однокомпонентный нанести его секундное дело подождать 10 минут пока разводите грунт и спокойно работать поэтому экономить и не купить такой грунт но я считаю глупо можно взять грунт в баллоне такой же будет чуть чуть дороже по по самому объему да если перевести это на литры но это удобно если уж на то пошло тут очень важно еще с этим грунтом не торопиться если он не досох где-то глянцевое пятнышко его надо хорошо продуть в течение пары минут не просто так что вдоль и типа хорош потому что грунт в этом месте отскочит вот такой вот прикольчик все лишнее вылили ничего страшного с ним не случится берем растворитель ну то чем вы можете пистолеты промывайте бачок в идеале конечно промыть либо же просто наливайте в бачок и вот так вот делаете по четко вымываете из пистолета остатки растворить грунта растворителя вы бываете продувать не обязательно пистолет грубо говоря он у вас сейчас полностью чистый потому что этот грунт очень легко у нас расти к и далее разводите грунт так как рекомендовано в тдс производитель что такое тдс это вы берете банку грунта на ней написано допустим на волда там или рефлекс или леглер на минус один заходите на сайт на vol.ua пл.ру б у б и белорусы да и смотрите находите свой товар в раскладке нажимаете тдс и у вас выскакивает ну грубо говоря информация об этом материале что с чем смешивается в каком количестве по весам либо по объему либо и по объему и по весам какой разбавитель сколько разбавителя при каких температурах какая вязкость сколько межслойная сушка толщина слой из чего наносить количество слоев время сушки время сушки воздушный время инфракрасной сушки чем перетирать какие наждаки то есть это все написано каждому продукту чтобы не спрашивали что с чем как размешивать Если вы берете какой-то товар, на нем написано там, ну название какое-то неизвестно, очень много названий пишут, я таких даже не слышал, вы вбиваете, а нету даже такого сайта, его не существует. Поверьте, лучше этот продукт отставить на полке в магазине на место, вернуть и больше не покупать его, потому что если у них нет официального сайта, где есть ТДС, ну информация об этом материале, это будет черти что, поверьте. Теперь берем грунт, то чем будем работать, у меня есть к ним техничка, открываем на том месте, где у нас конкретно этот материал и смотрим, чем он разбавляется, какие отвердители к нему идут и какой разбавитель. 13% отвердителя, от 10 до 20% разбавителя. Я здесь буду разбавлять грунт 15%, то есть между там, между там, потому что на улице в принципе не холодно, сейчас где-то 27 градусов, но сильно густой я делать не хочу, я лучше положу 3 тоненьких, ну средненьких, чем 2 толстеньких и получу фактически отсутствие полной шагрени, но имеющийся слой. Плюсом к тому же, 3 тонких слоя высохнут правильнее и быстрее, чем 2 толстых. Это тоже такой, как нюансик. Значит, на 2 бампера и порог мне нужно, ну, грамм так 500 развожу смело. Хотя, хотя больше, чем 500 неудобно размешивать. Я делаю по весам, потому что тут к продукту, ну, именно вот эта ТДС, она в процентах идет, то есть по весам. Можно делать по объему. Тогда указано, допустим, 5 к 1, да? И тут есть шкалы. То есть на мерных стаканах, как правило, есть шкалы. Вот, допустим, 5 к 1, мы налили до 5 по первой цифре и до 5 по второй такой же цифрке. Наливаем отвердитель и разбавитель тут там. 5, 10, 15, 2, 25, 30%. Это называется по объему смешиваемый. Так, 13% мне нужно налить. То есть высчитываем на 500 грамм 13%. Это 65 грамм. И наливаем. Смешивание по весам более точное. Ну, как ни крути. Еще бытует очень много мнений о том, что сначала размешать отвердитель с грунтом, потом только добавлять разбавитель. Оно, в принципе, и правильно, но это двойная работа. Поверьте, химия, которую вы наливаете, она уже там, у нее идет процесс. Вы же не наливаете и сразу мешаете. Поэтому спокойно наливаем себе разбавитель и работаем. Потом я перемешаю. Я общался с разными технологами, техниками, химиками. И никто еще до конца так и не сказал все-таки, правильно так или так. И на многих семинарах, даже на заводах, где мы бывали, даже тех, кто показывает, как работать правильно с материалом, наливают все. По весам налили. И потом только перемешивают. Поэтому эти все байки о том, что этот материал, все, он не будет работать, он испорчен, но это бред. Хотите перемешать грунт с отвердителем? Ради бога, перемешайте, потом добавьте в него разбавитель. Но когда вы в стакане перемешаете, если по меткам льете они на весах, перемешаете грунт с отвердителем, вы уже не увидите шкалу, по которой вам нужен добавить разбавитель. Далее обязательно используется фильтрующая воронка. Не мельче, чем 125 микрон, не крупнее, чем 190 микрон. 125 просто уже будет грунт протекать довольно-таки медленно через него. Больше, чем 190, я думаю, что даже не знаю, существуют ли они. Но просто через 190, как бы, мусорок тоже есть проскакивает. Это видно, если, допустим, краску профильтровать через него и серебром там покрасить что-нибудь. Вы увидите, сколько мусора у вас проскочило через 190. Но на грунте этого мусора видно не будет. Если же не применять никаких фильтрующих воронок, поверьте, в грунте мусора более чем достаточно. И то, что мы нагрунтуем там с мусором, потом при перетирке может оказаться какими-либо кратерами. Это будет очень такая неприятная подстава, поэтому копеечное дело, вороночка эта несчастная, на ней экономить не стоит. Тем более, как правило, знаете, пистолет моешь из-под лака, да, воронку, все равно фильтровалась под краской. Прямо так вот вставляешь воронку в пистолет, через нее наливаешь растворитель, с него стекает, обмывается фильтрующая воронка, и вы, по сути, грунтуетесь бэушными воронками. И поверьте, так делают все. Потому что все равно пистолет мыть. Если, конечно, не пользоваться ППС-ками, РПС-ками. Возвращаемся к нашим баранам. Время уже прошло более чем достаточно. Все полностью матово. Убедиться очень просто, где-то рукой провести. То есть у вас просто ничего не должно прилипать к руке, и рука ни к чему не должна прилипать. И грунтуемся. Грунтоваться я тут буду на давлении, ну, от единички до полутора, не больше, чтобы сильно не пылить. Начну так, где-то с 1.25. Подачу настрою, ну, глянусь сейчас так. Сразу скажу, давление опустил до единицы, потому что грунтец такой хорошо жидкий. Будут три тоненьких слоя. А можно и четвертый подлить, допустим, где нужно, в каких-то ремонтных местах. Вот там, где шпатлевочка была, допустим. Ничего страшного. Главное дать мне слойную сушку хорошую. И не наливать мокрое на мокрое прямо. Иначе это будет очень долго сохнуть. И в итоге нормально не просохнет. И когда вы перетрётесь, вроде бы всё сухое, у вас будут ореолы чертиться. Или подрывы идти. Иначе это будет очень долго сохнуть. посмотрим что происходит то есть он высыхает полностью разные грунты по-разному есть которые остаются почти глянцевые даже ну от разных назначений поэтому лучше где-то проверить то есть написано мишлойка допустим 10 минут при этом 20 градусов 10 минут прошло прошли просмотрели все ли равномерно матовая все ли одинаково смотрится где-нибудь в незаметном месте пощупали сухое можно работать дальше второй слой наносится также как первый можно в принципе даже чуть-чуть пожирнее поскольку на первом если жирно наливать то будут видны такие как могут даже где-то потечь но принцип нанесения у всех грунтов наполнителей в принципе одинаков и и Продолжение следует... 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 свежеживой, потому что потом он будет лохмотями лететь везде. Это будет просто некрасиво. Вроде постарался рассказать по грунту все. Также по этому автомобилю коснемся. Там дальше будут работы по металлу. Также максимально как-то уходить в детали. Допустим, возьмем капот. Там у нас и герметик, там у нас и осмотр его, потому что он снимается не весь до металла. Будет что-то показать. На этом все. Всем спасибо за внимание. Как обычно, вопросы в комментариях. Всем удачи и пока.